Первое приветствие, которое согласно исламу произнес человек на земле, салам, то есть мир, к этому же призывали все пророки. Традиционное религиозное учение ничего общего не имеет с радикальными течениями. О том, как сегодня противостоять международному экстремизму, говорили на съезде регионального духовного управления мусульманцам Морской области. Его работу возглавил верховный муфти России Талгат Таджуддин. В нынешних условиях необходимо прежде всего усилить просветительскую работу, в первую очередь среди молодежи. Сколько санкций, сколько обвинений против нашей стороны. Но, аль-хамду лилля, у нас есть такой президент Владимир Владимирович Путин, из-за которого нам завидуют и поэтому вводят эти санкции. Достойный и мужественный президент. И государство уделяет духовно-нравственному возрождению огромное внимание. И поэтому и имамы, и батюшки должны быть готовы, чтобы эти уроки нравственности в школах преподавать. Верующие люди должны знать об истинных ценностях ислама. Мире, добре, справедливости. В этом мусульманское священство солидарно с представителями власти и общественности. Приветствие участникам съезда направил глава региона Дмитрий Азаров. По словам главного федерального инспектора Сергея Чабана, в Самарской области 160 национальностей, между которыми никогда не было конфликтов. Глава Самары Олег Фурсов отметил вклад, который внесли мусульмане в развитие города. Среди них выдающиеся ученые, конструкторы, строители, спортсмены. А в годы Великой Отечественной войны многие верующие были удостоены звания Героя Советского Союза. На протяжении многих столетий в Самаре жили, живут и работают люди в разных национальностях и разных религиях. И мы горды тем, что благодаря нашим совместным усилиям, усилиям властей, усилиям общественности, усилиям конфессии, в нашем городе никогда не было каких-то межконфессиональных, межнациональных проблем. Мы этим горды, счастливы, бережно поддерживаем эти добрые и добрососедские отношения. А чтобы сохранить межконфессиональные согласия, по мнению участников съезда, необходимо не только рассказывать о религиозных правилах, но и преподавать нравственные основы, чтобы каждый человек в результате такой работы становился настоящим патриотом своей страны. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.